Ремонт орычных сетей, дорожной инфраструктуры и работы по благоустройству провели в Житесузском районе Алматы по просьбе граждан. Ранее жители по навстрече с Акимом города просили обратить внимание на проблемные и пустующие участки. Как решились вопросы жителей района, расскажет Рустам Ралбаев. Одной из главных проблем Житесузского района оставалось подтопление улиц во время сильных осадков. На прошлой встрече главы мегаполиса с населением жители попросили властей обратить внимание на эту проблему. В местном Акимате заверили, что уже в следующем году вопрос будет полностью решен. На сегодняшний день мы провели ремонт по 47 участкам, 7,5 километров орычных сетей. Также проводятся работы по капитальному ремонту четырех коллекторов. До конца этого года они будут завершены в полном объеме. Все это должно полностью избавить Житесузский район от проблемы подтоплений. На контроле и вопрос благоустройства района. Ранее жители просили построить им место для досуга неподалеку от пересечения улиц Кудерина и Реймбека. Теперь здесь появилась большая детская площадка с уличными тренажерами и мягким покрытием. А также оборудованы скамейки и освещение. Садик построили. Потом вот смотрите какой детский городочек. Скамеечки такие хорошие для взрослых, чтобы посидеть, отдохнуть. Ну и вот частные школики, садики. Обустроили очень прекрасно. Все равно наша Алмата мне нравится. Все обустраивает. Все для народа, все для нас. Большую роль в благоустройстве района сыграла и программа «Бюджет народного участия». В этом году по ней было реализовано 23 проекта. Благодаря чему в Житесузском районе появились новые детские и спортивные площадки, автомобильные парковки и многое другое. Сейчас идет отбор проектов на следующий год. Рустам Раубаев, Жадрау Маржан, Ялкунжан Ашимжанов. Телеканал Алматы.